Компания X-Star говорит, что эта зарядная станция премиум-класса, хотя заряжает она только литий-ионные аккумуляторы. Интересно, почему она премиум, почему она дороже остальных и заряжает только один тип аккумуляторов? X-Star VP4. Ну, во-первых, здесь целых пять дисплеев, в отличие от одного дисплея в зарядной станции, в этой А4, которая у меня уже была. Там информация показывается только по двум каналам, а здесь по всем четырем сразу. Плюс показывается то, к которым заряжает. Да, зарядная станция работает только с литий-ионными аккумуляторами. Вот эти два крайних слота, они работают до одного ампера. Если хотя бы один аккумулятор поставить в центральный слот, то все переключатся в режим пол ампера. А вообще можно заряжать на четверти ампера, пол ампера и целый ампер. Но, как я уже сказал, только два крайних. Все это написано на самих слотах. Один ампер, пол ампера и четверть. Такой узкоспециализированный принцип работы позволяет больше сосредоточиться на самом главном процессе, то есть на заряде аккумуляторов литий-ионного типа. Получается так, что зарядка работает сразу тремя разными алгоритмами, которые меняют друг друга по мере заполнения самих аккумуляторов. Плюс фишка ожирения аккумуляторов. Были мертвые худые, которые не заполняются, станут живыми, но не худыми. А насколько заполнится, это уже вопрос случая. Есть защита от короткого замыкания, сам корпус не воспламеняющийся и логично, аккумуляторы, когда заряжены, они автоматически отключаются, причем, что хорошо, четко на 4,2 вольта. Зарядная станция не перегревается, аккумуляторы тоже, особенно, когда заряжается на пол ампера. Ну, чему там греться? А когда на ампере, то, логично, они немного тепленькие. К сожалению, прямо сейчас литий-ионных аккумуляторов у меня на руках не оказалось, зато есть никель-металл-гидридный, и на их примере я покажу, как зарядная станция с ними не работает. Вот так вот выглядит сама зарядка в рабочем состоянии. Зеленым светится, когда аккумуляторы не стоят, и логично зеленым светится, когда аккумуляторы уже заряжены. Красным светится, пока аккумуляторы еще заряжаются, и моргает красным, если аккумулятор не подходящего типа. То есть вы вставили сюда никель-металл-гидридный, как я сейчас, а он берет их и не заряжает. Вот и моргает красным. Дисплеев здесь пять. Показывают самую основную информацию, которую только нужно знать. Показывают, какое сейчас напряжение на самих аккумуляторах, на центральном экране показывается ток, по которому заряжаются аккумуляторы, и показывается хотя бы ориентировочное заполнение самих аккумуляторов. Ну это, как я уже сказал, самая основная информация, но зарядная станция не подходит для профессионального использования. Это хорошая такая вещь для простой бытовухи, то есть дома. Качество дисплея мне понравилось. Он хороший, видно под совершенно любым углом, а яркости не шибко-то и много. Днем вполне достаточно, а ночью слепить тоже не будет. И кстати, точно так же, как с предыдущими зарядками X-Star. Видите эту пленочку? Она рэпаная, побитая. Делаем вот так. И дисплей идеально чист. Единственная кнопка дает регулировать ток зарядки самих аккумуляторов. То есть сейчас стоит пол ампера. Как я и говорил, все четыре аккумулятора могут заряжаться либо по пол ампера, либо по четверти ампера. А если стоят только два крайних, то можно включить даже целый ампер. Корпус сделан качественно. Мне понравилось. Пластик очень добротный, темный, матовый. Ничто нигде особо не шатается. Но есть к чему придраться. Это к ножкам. Ножек здесь много. Снизу их реально много. Они хорошие, они цепкие. Но проблема в том, что центральная ножка почему-то сильнее выпирает по сравнению с остальными. В итоге сама зарядная станция стоит вроде бы и крепко, но элементарно вращается по оси. Есть точно такая же зарядка, немного более старая и только на два аккумулятора. И в ней есть нереально офигенная одна штука. Эта зарядная станция может работать как внешний аккумулятор для ваших смартфонов, планшетов, практически для всего что угодно. Просто вставляете туда один или два аккумулятора и там есть USB-выход. Тема офигенная, классная и хотелось бы даже ее подержать в руках. К сожалению, ее нет. Это третья зарядная станция X-Star, которая у меня побывала. Она добротная, хорошо сделана, правильно работает и придраться особо нет к чему, кроме вот этих вот резиновых ножек. Однако один вопрос остается открытым. Она стоит почему-то дороже, чем VC4. Хотя VC4 намного более универсальная зарядная станция, я бы сказал, она еще больше подходит для обычного бытового домашнего использования. Но если у вас аккумуляторы литий-ионные и только литий-ионные, то эта зарядная станция будет еще лучше. Она намного более бережливо относится к литий-ионкам. В принципе, именно поэтому она премиум зарядная станция. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, смотрите дорогие наши обзоры на нашем канале. Меня зовут Руди, не забывайте, всю эту технику мы продаем у себя в магазине. Здесь ссылочка на наш сайт, там наличие, цена. И кстати, в комплекте с этой зарядной станцией идет не только сам блок питания, но еще и вот такой вот прикуриватель для автомобиля. Так что думаю понадобится. Меня зовут Руди, так что подписка, лайк, все дела, мы с вами еще обязательно увидимся и до встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...